Всем привет! Вы на канале Путешествуем экономично-заграничное. Я Марина, если еще кто-то меня не знает. Наступил октябрь, время, когда мы отправлялись в жаркие страны уже 10 лет подряд. Но такая ситуация, когда приходится сидеть дома и ждать, когда откроются границы, и опять можно улететь в Таиланд или еще в какие-нибудь другие страны. Мы на канале специально завели плейлист, который так и называется пока сидим дома. Там размещаем всякие разные полезности из нашей жизни. Если не подписались на наш канал, подписывайтесь быстрее, впереди много интересного. А под видео есть вот такой палец. Обязательно нажимайте на него, если вам понравится. И вот недавно я вспомнила супер крутой лайфхак, который придумала сама. Как показал опрос наших знакомых, о нем никто не знает. И я думаю, после просмотра этого видео, я думаю, что многие скажут мне спасибо. А речь пойдет о кухне, о кухонных поверхностях, о столешнице, которые, вот как их не мой, как их не три, они все равно покрываются мерзким липким жиром. Ну, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей степени. Что только они используются, чтобы удалить этот жир, эту пленку. Различные губки. Я, например, использовала Амвейевскую железную губку. Уже несколько штук там их раньше испортила, потому что они тоже жиром покрывались. Ничего невозможно было с ними теперь сделать. Различные какие-то волшебные тряпки, естественные химические растворители. Но все это было либо неэффективно, либо вредно. Потому что как-то химией не хочется пользоваться. Пять лет тому назад у нас просто стал вопрос ребром. Менять столешницу, потому что, ну вот, я не могла ее отмыть. Я вроде бы и, знаете, аккуратная хозяйка. И мою, протираю каждый день. Это все, ну, не могла ее отмыть. Как вот не старалась, это бесполезно. Потому что ей уже было лет 10, наверное. И тут мне пришла просто, знаете, ну, для меня лично просто гениальная идея. Те, у кого есть стеклокерамические парочные поверхности, скорее всего, пользуются такими вот зажимами с этим, с лезвием с обычным. Для того, чтобы очищать поверхность. И вот как раз я и подумала, почему бы, наверное, вот этот жир-то и не снять. Боялась, что там порежу поверхность. Но оказалось чудесным образом, просто чудесным образом жир снимается, а поверхность остается абсолютно нормальной. Протирается потом мокрая тряпка и вообще ничего абсолютно не корябается. И вот уже пять лет у меня вот эта столешница продолжает жить. Думаю, что не у всех есть супер-современные кухни с какими-то супер-поверхностями. Но я думаю, даже и они тоже жирнятся, загрязняются. Потому что, ну, наверное, не знаю, кафельные, наверное, легче отмыть. Но все равно даже кафель вот с этой штукой легче отмывается. Вот эти все какие-то такие набрызги есть жирненькие, которые твердые, их тоже плохо отмыть. Тоже убирается вот этим лезвием. Даже у нас есть старенький диван, там тоже есть такой налетик какой-то образовался. Я тоже чищу этим лезвием. Только там, конечно, нужно все-таки быть более аккуратной, чем с твердыми поверхностями. Вот такой вот лайфхак. Если вы еще об этом не знали, попробуйте. Это очень-очень удобно. Ну, а я желаю вам удачно избавиться от жирного налета. Всем добра, до скорой встречи. Пока-пока.